Здравствуйте всем! Я много месяцев была out, не было меня, я не делала видео. У меня много вопросов поступает. Я последнее видео тогда записала, может быть все не видели. Я записала, что я чувствую, что мои видео блокируются. Я тогда сделала, рассказала историю, почему я это все вижу и как я это все вижу. Потому что это преследование, мы через это все прошли по роду своей работе, деятельности. Мы жили в разных странах, мы работали в разных странах. И так куда за тобой наблюдает ОКО, ОКО беспрерывно 2-4 часа. Даже после того, как ты возвращаешься к себе на родину, ты должен начитываться своей жизнью. Я рассказывала, как к нам в гости с букетом цветов всегда приходил майор Горганов. Садился и слушал, кто о чем говорит за столом. На пьяную голову, когда были праздники, там в дне рождения, мы устали, как наш телефон скрипел. И когда у меня здесь просто по одной причине начал компьютер совершенно новый, мы купили специально, чувствовалось, что это не то. Почему-то мои видео, которые я загружаю, завязают. И потом купили новый компьютер, вплоть до того, что мы его послали на... Отослали. Отослали как браковок. И потом только я сообразила, я почувствовала, что просто мои видео блокируются сначала. А мне даже не дают их загрузить. Какая морда красивая, да? Малыш маленький. Не дают мне его загрузить. И поэтому я перестала делать видео, потому что это была потеря времени. Я загружала видео, и оно у меня грузилось по несколько часов, зависало и не загружалось. И я почувствовала, что это напросто неспроста. Меня тормозят тогда еще не было. Вообще еще тогда никто не заикнулся о том, что блокируют. И за что, за какие слова там и вообще. И потом я услышала буквально через месяц, как начали сыпаться каналы. Раскрученные, большие, которые говорили о том, что нельзя было говорить вслух. И я была на правильном пути. Поэтому я решила, окей, у меня столько времени на это было затрачено. И у меня не получилось ничего говорить. Я сделала паузу. А сейчас я молчать больше не могу. Я и здесь молчать не буду. Получается так. Я смотрю часто канал Стив Дудник. Закон и порядок в Ша. И мне нравится этот канал. Мне нравится, как он рассуждает. Видно, что Стив, такой парень от души, это все. Он очень все близко к сердцу. Переживает все политические изменения. Он прямо душой болеет за эту страну. И видно, что такая искренность неподкупная. И интересно. Интересно так видно, что он неподдельный такой. Интересный собеседник. И характер мне очень его импонирует. И он борет за справедливость. И в то же время, до тех пор, пока справедливость не покажется ему другой стороной медали. Я просто себя узнаю в этом. И я слышу, что Стив рассказывает о том, что мы себя защитим, потому что это такой штаб. И я тоже она верила, честно говоря, до тех пор. Я тоже думала, что закон будет на моей стороне. Как это? Он знает о том, что он может владеть оружием и защищать свое жилье. Серьезно, да. Я тоже так думала. Я тоже так думала, что это неприкосновенность. Не обязательно иметь свое ружье. Но твое слово, твое право слова никто не может нарушить. Тем более, зайти в твое жилье никто не может. Никто не имеет права. Оказалось, это все не так. Когда ты с этим не сталкиваешься, ты думаешь, ты оптимист. Ну, кто имеет такой, у меня оптимистический всегда был характер. И ты думаешь, что вот я смогу все-таки защитить. Так вот, я все успокоиться не могу, что это не так. И не важно, да. Мы живем в Калифорнии, мы живем в Лос-Анджелесе, это демократический штат. И люди рассуждают о том, что республиканский штат не тронул. Да ерунда это все. Нет, не будет никакой, я так, мое личное мнение, что не будет никакой конфронтации. Невыгодно действующему президенту, невыгодно делать ссоры, невыгодно настраивать против себя народ, потому что предстоят следующие выборы. Все будет намного по-другому. Не будет так происходить, что вот тот штат отделится от того штата. Все будет сделано, чтобы штаты не отделялись, потому что голоса нужны на следующих выборах. И поэтому будет стараться сделать так, чтобы завоевать популярность в тех штатах. Я так думаю, это только мое мнение, завоевать популярность в тех штатах, которые были, ну, не в его пользу. И вот мы живем в том же демократическом штате, казалось, как все говорят, правда? Казалось бы, они должны быть большими демократами, и такого происходить не должно быть, расизма не должно быть, правда? Так вот, мы столкнулись с прямой противоположностью. Я тоже думала, что мое жилье – это свято. Тем более мое, не рентованное жилье, не мой личный дом, что в него никто не зайдет. И это не так. Я успокоиться не могу. Потому что перешли в мою землю – это один транспасинг. Человек, это быдло, зашло на территорию моего, на веранду моего дома, просунул руку там, где мое право, если там, где он не имел права быть. И близко, близко находиться, просунул руку и сделал еще фотографии. Перед этим он сидел, фотографировал вокруг дома у меня камеры. Это быдло прекрасно знало, что его снимает камера. И у меня было это все записано, как он проходил через землю, как он проходил на веранду, как он фотографировал. Все это было заснято. Ну, перед этим он сидел, фотографировал меня из кустов. Так, тихонько. Вместе записи делал. И, понимаете, это уже не первый раз был. И мы сделали расстрянный торт. И так как он протягивал этот телефон и нагло себя вел, и мой муж стоял и говорил, «Нет, я тебе не разрешаю сюда заходить. Ты не зайдешь, пошел вон отсюда». И он зашел, так что было, драться? Вот представьте себе, вы вытаскиваете оружие и стреляете, да? Нет, я даже представлять такого не хочу. Я не хочу, я боюсь этого, потому что это закончится не в вашу пользу. А по той-постой причине, что мы подали на расстрянный торт. Мы сказали, что он зашел незаконно. Мы показали судья парастренд ордера полностью это видео, и где он записывал через стенографистку, что да, я смотрю на видео. Человек пересекает землю. Он поднимается по ступенькам. То есть он уже заходит на веранду нашего дома. Я вижу, как он протягивает руку. Я судья тут же говорю. А в следующий раз он протянет и будет в меня стрелять. Я боюсь. Потому что очень он резко это делал. Если бы в это время у него было какое-то ружье, он бы, наверное, я думаю, выстрелил бы. Правда? И что вы думаете? Мы получили только временный расстрянный торт. Мы окей. Но всему этому предшествовало то, что мы зафайловали два дискриминацион корта. И это имя там же фигурировало. То есть это было даже как ретелэйшн, это как преследование. Месть. Месть. Понимаете? То есть это было открыто, это было... У нас все доказательства. Мы взяли с собой все эти зафайлонные корты. Смол клеймы это. Смол клеймы, но все равно. И мы пришли доказывать о том, что этот человек опасен, потому что нам уже начинают мстить. Уже. Уже начинают мстить. И что будет дальше? Ему дали только расстрянный торт. Он хихикал, стоял перед кабинетом. Он, правда, пришел с каким-то там лоерша. Она совершенно к этому не касается. Она вообще лоер по жизни. Бракоразводные там какие-то процессы. Она в основном на этом специализируется. Она пришла. То есть это не криминальный даже адвокат. То есть это криминал. Это подразумевает собой криминал. Я сделала больше петиционер. Жарко. И что нам отказали? Нам сказали, что да, я вижу, говорит, он записал, что ты харм, ты как? Ты обидел? Или как нет? Это как переводится? Тебе нанесен ущерб моральный? Ну, короче, нам нанесен моральный ущерб. Вот. Записали, но расстрянный ордер, и я тебе отказываю на дальнейшее. Даже временно не сделал. До судов. Подождать судов, которые мы ждали, еще не прошли. Вот. Когда мы пошли на суд, конечно, у них уже был козырь. И даже если бы этого не было, судья даже не захотела слушать о том, что наше право там, слово нарушено, наше жилье, жилье зашли, какое-то быдло. Ну, у нас камера, у нас вот этот корт, у нас штук 10 законов нарушено было, где мы приводим все конкретные доказательства, а не просто голые слова. А прямые у нас были пруфы, у нас было... Пруфы как? Доказательства у нас были. То есть не то, что мы болтали, у нас были видео, снимки, дискриминация, договора, контракты, нарушения контрактов. Нам отказали. Понимаете? Вот то, что вот народ думает, что пока ты не столкнешься, ты не понимаешь, что ты говно здесь. В каком бы штате ты не жил, просто-напросто это же не означает, что вот это черное, это белое. Здесь есть и серое. То есть есть люди разных взглядов политических. И это не означает, что это республиканский штат, полностью там 100%, и там нету тех, кто стоит на стороне или рассуждает по-другому. То есть, ну вот, мы попали на судью. Я не знаю, кто она такая. Или она там адвокат, или она республиканец, или демократ. Я понятия не имею. Но я поняла, что меня просто-напросто на фоне этого дискриминировали. Я чувствовала, что это неправильное все, что это нарушение всех моих прав. И что она сказала, нет, мы Конституцию рассматривать не будем. И то она записала игнор, полный игнор. Мы получили ответ с Корта, то, что Зиру нам присудили, мы поставили всего лишь 10 тысяч. Я понимаю, что это, может быть, и стоило намного дороже, потому что это был моральный ущерб, и тем более справка от врачей была. Вы представляете себе справка от врачей? Я думала в Америке. То есть, ну, equal opportunity. Здесь столько статей было затронуто. И что он знал заранее, имея справки, то, что он идет, меня будет harm, потому что мне дал справку врач, что должно быть enjoyment, equipment, что должна быть тишина, что не должны быть то и то и то. Но было нарушено все на протяжении двух лет с фактами, с доказательствами. Видео. Полностью. Мне прислали Зиру, не копейки. То есть, ему открыли все права для того, чтобы делать это дальше. И что? Он стоял открыто, ржал, смотрел на меня. Он смеялся. То есть, что такое? Он знал наперед, что у из-за Дима победа? Этого не могло быть такого. Это представлял в этот раз муж. Он сам доказательство. Потому что еще один корт через три месяца будет мой. И я на этот корт пойду доказывать. Мы искали адвоката, мы хотели адвоката, мы обзвонили. Адвокаты не берутся, они хотят миллионы. Они здесь особая нация. Адвокаты в Америке, в США, особая нация. Они если берут уже твое дело, то они должны получить миллион с него. Или пару миллионов. Чтобы поработать немножко, а потом сидеть, ничего не делать и путешествовать. Нет, я не говорю о трудягах, я не говорю об иммиграционных адвокатах. Есть и разные, которые берутся за какие-то более мелкие дела. Но вот такие дела, связанные с тем, что мы столкнулись, они хотят иметь много и сразу. И не только мы столкнулись. Дело в том, что у нас были люди, которые хотели идти свидетелями, которых точно так же сделали, ну, такую, принесли душевную боль, точно так же себя вели. Они пытались искать адвокатов, они не нашли этих адвокатов. И я пыталась, везде тыкалась, и давала объявления, и им звонили, и мы оставляли месседжи, и посылали имейлы, и, боже мой, и писали, и целыми, и описывали, и просто коротко хотели, допустим, справедливость восстановить. Мы ничего не нашли, никого. Они хотят, эти адвокаты, сразу миллионы делать. Зачем нам, им копошиться в таких вещах? Ну, и представьте себе, а что же ждет человека, который, не дай Бог, свою защиту может применить, или вот я в той ситуации могла применить оружие? Так что, против меня бы еще и закон развернули? Вы понимаете, как все разворачивается? Против, против. Малыш, ты моя маленькая, ты моя маленькая, правда симпатичка. Нам всего лишь 4 месяца, 4,5 месяца, мы еще очень маленькие, мы очень красивые, преданные, да? Маленькие. Это наш питомец, это от нашей девочки, от нашей красавицы одной. Ну, ее солнышко маленький, ну и маленький. Мы едем сейчас к врачу, который нас знает, чтобы нас просто обследовал, да? Сказал ли у нас все в порядке по мужской линии. Правда, мы еще маленькие. Да? Качунь, моя девочка хорошая. Моя девочка. Вот так. Так что, я вижу энтузиазм, я вижу настрой людей, и когда суд, и, как говорится, закон и законность, это разные вещи. Когда-то нам один адвокат такое сказал, русскоговорящий, и, казалось бы, ну где же, здесь же должно быть хоть что-то, хоть что-то могли присудить, для того, чтобы он понял, ответственность это быдло, и в следующий раз не лезло своим рылом в чужой дом. Получается, что ему все карты открыты, он ко мне полез, он в следующий раз еще раз полезет, он в следующий раз не только ко мне полезет, а ему же разрешили, получается. То есть, его оправдали на ровном месте. И это быдло стояло перед этим и смеялось нам в лицо открыто. У меня нет слов для выражения. Вот. Я думала, что за такие вещи обязаны наказать. А как же Конституция? А как же свобода слова, которое мы сказали, и нас же обвинили за те слова, которые мы сказали просто garbage people. Переведите. Ну, дословно, это мусорные люди. А что такое мусорные люди? Тогда я говорю это внутри своего дома, причем это подслушано было. Мало ли, что я говорю. Они, может, не все понимают, потому что мы говорим между собой на русском языке. так что, если я буду говорить сейчас на английском языке и не понимают, меня будут обвинять во всем то, что я говорю внутри своего дома? И причем без всяких доказательств. И причем, когда была дискриминация, у нас все было расписано, у нас было факты, у нас были факты, что какие-то левые нотисы, то есть это был наклеп чистой воды, наклеп для того, чтобы сделать нам харм. А что говорить? Ну, я вот, ну, конечно, вот то, что произошло, это может произойти в любом штате, я вам скажу. Не обязательно надо быть республиканцем или демократом, если бы мы жили там в том республиканском штате, могли сказать, а это демократы подстроили. Я лично считаю, что это просто-напросто такая система, расистская система, понимаете? Это система незащищенности, и я себя не чувствую совершенно защищенной. Да, конечно, я так думаю, что это Лос-Анджелес, вообще он, я его всегда считала, и если кто-то мне скажет, что раньше, что это только сейчас все поменялось, нет, это всегда так было. И я вам скажу, что всегда, еще 20 лет назад, когда мы приехали, 20 лет с хвостиком уже, когда мы приехали, нам одна мадам, одна девушка сказала, что говорит, ой, так здесь тяжело устроиться, в Америке всегда было тяжело устроиться, где-то она там подрабатывала, и по ресторанам, я ей просто задала вопрос, почему ты не идешь на такую, более такую работу, она ухаживала за стариками, это я же говорю вам, 20 лет назад было, и она уже прожила там, она говорила по-английски, но в Америке тяжело устроиться, она мне рассказывала. И когда мы столкнулись, мы всегда чувствовали, что тебя всегда выберут, если тебе надо там, допустим, я не говорю там, компьютерщики, которым говорить вслух не надо, или такие профессии, где закроешь рот, молча что-то там, копошишься в бумагах, то, конечно, больше они имеют преимуществ, но, а если на общем фоне, человек, который приехал и говорит с огромным акцентом, или с акцентом, я просто-напросто уверена, что его предпочтут, предпочтут местное население, и причем всегда Африка Американ отдавался предпочтение, и всегда, когда ты приходил в какие-то такие государственные учреждения, их всегда было много, они всегда не спеша работали, а не попробуем слово скажи, они же тебя просто-напросто пошлют, я же помню, когда у меня было, я рассказывала, когда я владела такси, я приходила на эти собрания, и там всевозможные потом были камеи, эти, как, аттестации, как оно называется, проверки, как оно называется, проверки, то, что проходилась исправность машины, это инспекции, да, и я должна была проходить, пальцы веером выходили эти работники, и они тыкали там пятнышко, перекрашивая всю машину, нет, у меня такого не было, но было другое, когда я стояла в очереди, ну, очередь для того, чтобы зайти, допустим, в это ведомство, сдать документы, тебя строили, какую-то колхозницу, тебя строили, как какого-то раба, и пальцем показывали, так, ты линию перешел, ты должен назад зайти, назад, стройся, стройся, ровно в линейку строй, стой, для того, чтобы зайти в кабинет, где сидят пальцем, веером, они выходят, и потом начинают рассказывать, что тебе надо сделать, и я помню одну, она, African American, я не хочу ее дискриминировать, не дай бог, но, я помню, как она обращалась ко мне, глядя на меня, с таким видом, что я, слышишь, ты что сюда вот, раб, слово, рот открываешь, и это на мой характер недопустимо, когда меня вот так строят, я просто-напросто знаю себе цену, я прожила в стольких странах, я все-таки получила какое-то образование, и я пришла не просто водителем, а я пришла владельцем этого бизнеса, к которому ты должен уважительно относиться, и просто-напросто там никого не уважали, это была своего рода расизм и дискриминация, и если дадут предпочтение, то всегда давали предпочтение, я чувствовала, я же тоже участвовала в каких-то программах, я же участвовала, мы участвовали где-то в трудоустройстве, и плюнули на это все, потому что это все чувствуется, и мой оптимизм иссяк на эту тему, но я никогда не думала, то, что я столкнусь с таким, ну вот, безумством, я не знаю, как это назвать, таким ужасом, что взошли в мой дом, его оправдали, оно теперь ходит и хихикает, получается, вы понимаете, насколько это все было унизительно, и я понимаю, что такая ситуация может быть только за исключением, это, Лос-Анджелес, это ужасно, это, конечно, помойка, это помойка для меня, помойка и помойка, я никогда его не любила с первого дня, но так сложились обстоятельства, что здесь были какие-то нюансы, которые нас задерживали, не буду подробно, но нюансы, которые нас задерживали, конечно, я допускаю, что в таких маленьких городках, где друг друга все знают, такое просто даже не произойдет, но в любом стране, в любом штате, в большом городе ожидайте вот такого вот хамства, хамства, нарушения всех твоих законов, и я говорю суде, вот первый рейс-трейн-эд-ордер, я его боюсь, он пришел нам мстить, за то, что мы его судим, в следующий раз я боюсь, что он с таким же...